У каждого человека внутри мозга есть определенный типаж. И что бы он ни делал, с тех пор нам кажется, что он нам делает только добро. Разве другие люди вам не делали добро? А другое существо просто непривлекательно. Нам же нужно посмотреть реальные дела и на самом деле знать, знать себя. Оказывается, нам хочется, чтобы все вокруг нас были добрыми и делали нам только добро. Поэтому оно и называется кольцо «Люди добрые». А сами мы по себе хотим просто насладиться жизнью в данном кольце. И все люди, которые когда-либо вам оказывали добрые дела, начинают мелькать в собственной памяти. Поскольку все кольца свечения, они идут от памяти. Вы этих людей фиксируете, фиксируете, фиксируете. И вдруг вычленяете, что оказывается добро-то вам делали люди совершенно определенного вида. Эти люди имели определенный цвет глаз, определенный рост, определенный цвет волос и так далее. Это будет такое изумляющее открытие. А разве другие люди вам не делали добро? Может быть и делали, но в памяти вы его не фиксировали. Потому что оказывается, у каждого человека внутри мозга есть определенный типаж. И если этот типаж подходит к тебе, то собственный вибратор начинает настраиваться на это существо и совмещаться с ним. То есть пошли волны навстречу друг другу и совместились. И тогда мы зафиксировали, что ты очень хороший человек. И что бы он ни делал, с тех пор нам кажется, что он нам делает только добро. Если же к нам подходит человек не нашего типажа, не нашей памяти, он может хоть заделаться этих добрых дел, мы никогда не воспринимем это как доброе дело. Потому что у нас к этому человеку есть антивибратор. И сразу же, вот только он приближается, мы уже ждем, что что-то будет не так. Что добра мы от этого человека не дождемся. Когда в нас включается вибратор, он выстраивает плавную линию сферы, плавную линию этого кольца. Поэтому на плавной линии нам всегда удобно. А человек, на который включен антивибратор, естественно, само кольцо поворачивается неудобной стороной. Чаще всего внутренней стороной. И как бы нас царапает. Хотя сам человек к этому не имеет отношения никакого. И в этом кольце вы наконец-то узнаете, почему кого-то вы считаете своим другом, что бы он для вас ни делал. Может, он совсем делает самые неблаговидные поступки. Но все равно, все равно только вам стоит его увидеть, все проходит, и вы снова готовы с ним взаимодействовать. И люди, которые прямо противоположные, вот сколько бы они к вам ни шли, сколько бы хорошего вам ни делали, вы все равно это не зафиксируйте никогда, потому что это антивибрационные для вас люди. Это и есть любовь. Ведь это планета любви. И когда мы находимся на этой планете, естественно, что уже заведомо у нас есть какой-то типаж, какие-то плавные линии, которые нас привлекают. И нравится нам это существо, что бы оно ни делало, просто оно для нас привлекательно. А другое существо просто непривлекательно. Просто зрелищно непривлекательно. Но не наш типаж. Но вытарит молок. Поэтому вам нужно и с тем, и с другим существом быть в ладу. И то, и другое существо воспринимать, как оно есть, поскольку и вибратор, и антивибратор задают своего рода иллюзию. А нам же нужно посмотреть реальные дела, конкретные дела. И в кольце «Люди добрые» мы отсматриваем конкретные реальные дела. Когда растает весь туман, когда все эти наши гладкие линии вибраторов и жесткие когтистые линии антивибраторов растянутся, затем растают полностью, и тогда мы будем смотреть, а что же делает реально этот человек. Подходит нам это, не подходит. И также собственные дела в этом кольце начинают раскладываться определенным образом. И наши дела по определенной иерархии располагаются ровно так же, как и дела окружающих людей по отношению к нам тоже располагаются по определенной иерархии. Так что в этом кольце вам будет очень интересно. Вы в него войдите, посмотрите, узнаете себя и вот эти вибрационные свои режимы. Все-таки выверить относительно добрых людей, потому что окружающие люди, они к вам на самом деле повернутся всей своей добротой, но, может быть, эта доброта нами воспринимается прямо наоборот, как оскорбление или унижение. И так бывает. Хотя человек пришел с открытым сердцем и принес нам все, что у него есть, а мы увидели все это и просто оскорбились. Нам показалось, что нас унизили. Но это все показное. Задача в этом кольце убрать вот эти иллюзии, убрать мистерии и на самом деле знать себя в этом кольце, относительно других людей, проживая в этносах, и знать других людей, почему именно так мы к ним относимся или именно так их пытаемся принять к себе или познать. Субтитры создавал DimaTorzok